друзья здравствуйте с вами эти кухня и сегодня у нас очередные такие ночные посиделки с power макинтошем g3 вот он у меня тут раскрытый и я решил поставить в него юсб карту да поскольку у меня есть писей разъемы почему бы не воспользоваться юсбишной мышкой которая может быть и но оптической там с лазером и которая значительно дешевле чем оригинальная apple ская мышка то есть теоретически ее не так жалко можно испортить купить новую в общем попроще как-то все должно быть и в общем то я очень постепенно начал разбираться с тем какие есть возможности в начале я сделал так я купил вот эту вот карту и на ebay я посмотрел китайская карта супер дешевая по-моему 2 она стоит доллар или что-то такое значит я посмотрел у них спецификации было была поддержка macos 86 macos 86 это как раз основная версия macos и которым я пользуюсь на этом компьютере и в общем то я может быть и готов проапгрейдится до версии какой-нибудь классической 9 там 92 но без необходимости не стал бы этим заниматься до 86 мне вполне нравится вот но и к тому же я посмотрел что на этой вот карте используется контроллер нек и где-то на форумах я вычитал что ну нек как бы контроллеры как раз использовались в каких-то картах того времени и из бишных и что эта карта может дойти мне показалось пять целых и избе портов короче один внутренний все круто карта универсально ведь вот эти две прорези означает что она может стыкаться как в разъем для пяти вольт так и в разъем для трех вольт ну трех вольтовый разъем это такое что-то очень экзотическое в принципе вот на g3 более свежих такие разъемы вот у меня здесь есть плата они применялись для видеокарт да вот этот разъем который коротенький у него видите вот это вот маленькая эта секция она впереди вот этот трех вольтовый разъем здесь кстати тоже экзотические такие разъемы 6 4-битные писяйные которые на писишках разве что в серверах были но вот этот оставшийся 3 3 часть она как бы мало где вообще использовалась это такая экзотика ну конечно были карты принципе но явно не для моих целей вот ну и короче не заработала эта карта я у китайцев поинтересовался на ebay я купил я у кита долго она мне очень шла вот но пришла она не заработала ни под каким соусом и у китайцев поинтересовался чутак спецификации написано скрозлевой знаете мы уточнили у производителя спецификации не было написано такого это что-то наш тут написали мы давайте вернем вам деньги и исправить спецификацию ну окей вернули мои 3 доллара и там на доставку было тоже но очень дешево в общем не работает такая карта не покупайте в в вот таких вот power макинтошах не работает дальше я посмотрел что были карты значит которые работали на чипсете вот этом via я честно говоря почему-то не знаю почему не разбирался конкретно с номером чипсета мне показалось что если есть via надпись то мои шансы выше это тоже карта стоило пару евро всего очень дешевая тем более что известное такое название этот концептроник в общем то как будто бы могла бы работать эта карта мне показалось она такая вот смотрите побольше вот но нет это тоже новодельная карта и нет ни под каким соусом она не распознается и не работает нет такие карты не берите дальше я вычитал что ну вообще карты на которых больше двух портов не стоит совать такие старые компьютеры потому что ну вот как-то все это плохо работает даже есть такие старые четырех портовые всякие карты все это в общем плохо и я выбрал карту уже довольно честно говоря такую аутентичную это какая-то двухтысячных годов карта начала 2000 то есть она могла вполне заработать на ней два порта и на ней не просто контроллер найк я прочитал эти все статьи дальше но он вполне определенный вот этой вот маркировки d72 01 01 010 джей вот и была большая дискуссия на немецком форуме я там google тросла этом лазу которая говорила вся эта дискуссия сводилась к тому что это чуть ли не единственная карта которая позволяет получить usb 20 на классическом маке и на самом-то деле пожалуй и да эта карта у меня не заработала но она судя потому что я нарыл она бы заработалась ли я поставил бы macos x до более новый macos в моем этом бежевом g3 rt карта вы эта карта была дала мне возможность пользоваться usb но вот в моем вот этом компьютере нет она не работает кстати очень похожие были признаки у нее как у другой карты с неками с неком этим контроллером да потому что вот авиа карта красная она вообще никак не распознавалась никак не реагировал на нее компьютер в том плане что она появлялась что в pc есть там какая-то мультикарта да но ну ничего весь софт как будто бы игнорировал вот эту карту когда ставишь эту черную китайскую то компьютер при определенной комбинации драйверов он зависает вот то есть он как будто бы пытается там что-то как-то инициализировать он как будто что-то все-таки nike да но недостаточно ему в общем эта карта тоже не работает для классических этих всех macos of вот и да и эта карта стоила уже каких-то денег вменяемых что-то она стоила по десятку и еще типа пятерку за доставку то есть уже какие-то прямо она стала стоить значительные деньги не пару евро тоже недорого но в общем то не так страшно и в конце концов заработала у меня вот эта карта не буду я уж тут интригу держать 86 причем mac osi все замечательно в том каком я хотел и не было никаких гарантий на эту карту и никаких особенных комментариев не было просто написано что она типа работает нам там power маках там этих g3 g4 что-то такое да но я поверил в эту карту когда увидел какой здесь контроллер вот такой вот контроллер opti fire link 82 c 861 и мне показалось во первых этот контроллер каким-то странным брендом во вторых настолько странным что мне показалось что я где-то его уже видел и знаете где я увидел а видел я его оказывается на вот этой вот плате вот это он же да то есть на g3 у которого встроенный usb точно такой же контроллер точно такой же все циферки те же самые и тут я понял чуть-чуть есть где-то какая-то в середине различие вот этот номер середине другой но это что-то видимо другое означает сам номер микросхемы точно такой же и тут я в эту карту честно говоря поверил вот и не зря я действительно карта заработала сейчас мы это дело все поставим назад эту карту и воткнул и покажу вам как как вообще выглядит все это в макосе и что я делал чтобы она заработала потому что если просто поставить то она действительно начинает распознаваться как usb карта и 86 макосе и в 92 макосе но не начинает сразу работать чего у нее не втыкаете но сейчас сейчас покажу да соберу тогда компьютеры продолжим да ну и вот друзья смотрите я собрал компьютер все подключил и у меня здесь аппл ская клавиатура аппл ская мышка и в наш usb версия 1.1 я воткнул microsoft скую мышку еще вот эту писи ваш на у она уже оптическая вот но вот такую вот классический я купил и новую на ebay когда-то давно для амиги потому что именно вот такие мышки поддерживал переходник мой и она новая но при этом вот такая вот старая так сказать по годам да и она поддерживает usb 1.1 соответственно должна работать если воткнете обычную мышку то обычные мышки поддерживают usb начиная со второй версии и обычная мышка у вас даже не не подсветится лазер да даже не хватит и питания включаем компьютер видим мышка уже светится хороший знак значит карта воткнутая контакт есть там питание передается и мышка тоже получают его в достаточном количестве причем смотреть как интересно мне одновременно сейчас будут воткнуты две мышки никак это macos не смущает вот инициализируется система видите я в начале если двигаю на этом экране начальном то у меня курсор мышки не двигается честно вообще пропал но появится через секунду да видите usb шная мышка на нее нет реакции есть реакция только на обычную мышку потому что должны загрузиться соответствующие все расширение usb шная вот она уже кстати активизировал смотрите довольно быстро надо сказать что и плоская мышка тоже отлично несмотря на то что она с шариком она и удобная и достаточно точно нету к ней таких уж сильных проблем но просто слушайте но оптическая мышка против шариковой мышки настолько конечно более крутая что тут и сравнивать ничего ну вот обе мышки у нас работают да ну и что я сделал чтобы заработала у меня эта мышка значит у меня соответственно и есть драйвера вот такие вот нужны usb карт support 141 там есть 135 135 у меня даже не инсталируется до 141 я открыл нажал инсталляцию и сразу все сработало прекрасно и работает и и и левая кнопка и правая кнопка и все на свете да замечательно очень точное управление несмотря на то что я плавская мышка мне вполне себе нравится с область к мышка кстати есть неожиданный недостаток никогда не догадаетесь она очень удобная и здесь очень удобная вот это одна единственная кнопка на которую отлично совершенно нажимать двумя пальцами и так к этому привыкаешь что потом переключиться на обычную мышку очень сложно ты опять нажимаешь двумя пальцами получаются обе кнопки вот такая история так что вот такие дела друзья в конце концов заработала у меня usb но путь был длинный до примерно месяц я этим всем занимался может быть даже чуть больше прежде чем мне удалось все запустить с вами был айти кухня подписывайтесь на канал подписывайтесь наши соц сети всем счастливо